А теперь к другой международной теме. Туристический сезон в Турции вновь закрыт. В связи с попыткой государственного переворота в стране, российским туристам рекомендуют выбирать другие курорты для отдыха. Роспотребнадзор открыл горячую линию, куда можно позвонить и проконсультироваться насчет возврата приобретенного тура. Из Турции уже экстренно вывезли сотни россиян. О том, как реагирует на происходящие события туристический рынок Новосибирска и какие курорты выбирают горожане, расскажет Алия Арзаева. Совсем недавно турецкие курорты вновь открыли для россиян. Сначала на регулярных рейсах, а вскоре собирались возобновить и чартеры. Однако последние события не дали этим планам свершиться. Пока, говорят сотрудники туристических компаний, возвратов не было. И те, кто хотел попасть в Турцию, свои планы не поменяли. Но и массового спроса на это направление не отмечают. Менеджеры проговаривают все эти риски, которые могут приключиться с туристами. Это касается не только Турции, это касается многих направлений. То есть безопасность в отдыхе – это место номер один. Выбирая сейчас Турцию, каждый турист должен понимать, что он не ту пяти-двухлетней давности Турцию выбирает. А это все-таки направление, которое работает в режиме гражданской войны и военных действий вокруг. В туристических агентствах советуют обратить внимание на другие страны. Так для семейного отдыха рекомендуют островные государства и Восточную Европу. А уже совсем скоро туристический сезон начнется и в азиатских странах. Я вижу потенциал в кипрском направлении. Греция очень хорошо продается. Также пользуется спросом Вьетнам, Таиланд. Замена в систему «Все включено» в турецкой. Есть на курортах и Вьетнама, и Кипра, и Греция. Подбирает и меню, и формат питания под российского туриста. Пользуются спросом этим летом и российские курорты, лидеры Крым и Сочи. Кроме того, сейчас практически невозможно забронировать домик или номер на выходные ни в одной базе отдыха Новосибирской области. Алия Арзаева, Семен Татаринов. Специально для итогов недели. Такой ситуацией на туристическом рынке выглядело еще позавчера. Однако накануне Росавиация сняла запрет на полеты россиян в Турцию. Из Новосибирска сегодня можно улететь в Стамбул и Анталию. Правда, пока только через Москву. Продолжение следует...